МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из лучших советских истребителей времен Великой Отечественной войны по праву считается Ла-7. Эта машина стала поступать на вооружение военно-воздушных сил Красной Армии поздней осенью 44-го года. Главным отличием «семерки» от ее прародителей стала конструкция силовых элементов. Материалом для них теперь служил дюралюминий. Но планер самолета оставался деревянным. В этом состоял большой резерв снижения массы, повышения прочности и надежности. Немедленно после запуска в серию Ла-7 инженеры конструкторского бюро Семена Лавочкина приступили к созданию цельнометаллического истребителя. Металлургические заводы на востоке страны теперь производили достаточно алюминия, чтобы успешно решить эту задачу. Очередной истребитель Лавочкина получил индекс Ла-9. Он проектировался под перспективный двигатель Аркадия Швецова мощностью 1900 лошадиных сил. Но эта силовая установка так и не пошла в серийное производство. Пришлось вернуться к хорошо знакомому М-82ФН. Самолет успешно прошел государственные испытания и в 1946 году был принят на вооружение военно-воздушных сил. Ла-9. Истребитель. Длина 8,6 метра. Размах крыльев 9,8 метра. Максимальная взлетная масса 3676 килограммов. Силовая установка. Двигатель М-82ФН мощностью 1850 лошадиных сил. Максимальная скорость 690 километров в час. Практический потолок 10800 метров. Практическая дальность 1735 километров. Вооружение. Четыре пушки НС-23 калибра 23 миллиметра. Ла-9. Впервые были показаны широкой публике в 1948 году. На авиапараде в Тушино. По заданию командующего ВС Васильевича Сталина мы готовились к высшему пилотажу на этих самолетах. Ла-9. В составе девяти самолетов. Значит, я попал в этот парадный расчет и вводил правое звено. Высокие летные характеристики Ла-9 были достигнуты в первую очередь благодаря улучшению аэродинамики. Компоновка планера включала в себя установку крыла ламинарного профиля. То есть что такое? Это по существу симметричное крыло. Это улучшалось обтекание и срыв пограничного слоя, что приводило к потере, значит, подъемной силы на крыльях значительно позже. И плюс еще у него консоли были не закругленные, а прямой сред был. Это очень такая, ну, я бы сказал, мысль воплощена была в практику дерзкая для того времени. Это, пожалуй, единственный самолет был истребитель вот с таким профилем крыла. Впервые отечественный истребитель получил совершенное радионавигационное оборудование. Оно включало радиополукомпас и аппаратуру опознавания свой-чужой. Ла-9 серийно производился до конца 49-го года. Всего было выпущено 1882 самолета в боевом и двухместном учебно-тренировочном вариантах. Одновременно в истребительные части советских военно-воздушных сил стали поступать первые реактивные самолеты. Однако они были еще не очень надежными, имели малую дальность полета и требовали хороших аэродромов. Эти машины могли использоваться только в качестве фронтовых истребителей ближнего радиуса действия. Принятие на вооружение советских ВВС бомбардировщиков Ту-4 поставило на повестку дня вопрос о дальнем истребителе сопровождения. Необходимость в этой машине назрела давно, еще во время войны. Малая продолжительность полета была ахиллесовой пятой советских истребителей. Радикально повысить дальность действия реактивных машин конструкторские бюро не могли. Опыт работы в этой области был совсем невелик. А решение проблемы требовалось найти немедленно. Военные вновь обратили свой взор на поршневой истребитель Семена Лавочкина, Ла-9, который был хорошо знаком и летчикам, и техникам в строевых частях. Промышленность освоила его крупносерийное производство. И самое главное, самолет имел резервы повышения дальности полета. Конструкторы сделали машину легче. Для этого сняли одну пушку из четырех. Там за счет облегчения конструкции увеличены топливные баки. Так, например, у него первый вариант, самый пилотажный, это на два часа, а потом четыре-шесть часов он мог ходить. После всех доработок самолет успешно прошел государственные испытания и был принят на вооружение под индексом Ла-11. Ла-11. Дальний истребитель. Длина 8,6 метра. Размах крыльев 9,8 метра. Максимальная взлетная масса 3996 килограммов. Силовая установка. Двигатель М82ФН мощностью 1850 лошадиных сил. Максимальная скорость 674 километра в час. Практический потолок 10250 метров. Практическая дальность 2235 километров. Вооружение. Три пушки НС-23 калибра 23 миллиметра. Производство машины началось в 47-м и продолжалось до 51-го года. Всего было выпущено 1182 истребителя. В начале 47-го года во время встречи с Лавочкиным Иосиф Виссарионович Сталин спросил авиаконструктора, какой самолет нужно запускать в крупносерийное производство. Ла-11 или реактивный МиГ-9. Лавочкин сказал, МиГ-9. Нехорошо, что конструктор не заботится о своей машине, назидательно произнес Сталин. Ла-11 это самолет, в котором устранены дефекты. Есть летчик, который может его пилотировать. Механик, который может за ним ухаживать. А что такое МиГ? Груда металла. Во второй половине 40-х годов стал набирать обороты маховик холодной войны. Ареной противостояния недавних союзников стали в том числе и арктические районы. Над Северным Ледовитым океаном пролегал самый короткий маршрут для обмена бомбовыми ударами между СССР и США. На бескрайних заполярных просторах стали готовить ледовые аэродромы. С них должны были взлетать советские тяжелые бомбардировщики, чтобы атаковать цели в Соединенных Штатах. Для этого пришлось решать множество технических проблем. В крыле по передней кромке стояло рядом стыковки крыла к фюзеляжу, ну, примерно вот на таком удалении ниша, отверстие, куда заходил встречный поток, и он омывал переднюю кромку крыла. Ну, сам по себе встречный поток, он при сжатии воздуха нагревается, и плюс еще подогрев, то есть самолет не обледеневал. Вот, потому что для, если так честно сказать, в то время для этих самолетов прошневых не было таких антиобледенительных устройств, было там немножко спирта, фонарь, кабины, и все, а все остальное а это самолет был оборудован, особенно для севера Ла-11. Вместе с Ту-4-ми на ледовых площадках базировались истребители. Их задачей была защита арктических аэродромов от воздушного нападения и перехват американских бомбардировщиков. Ла-11 вполне подходил для выполнения такой работы. Он имел большую дальность полета, мог взлетать с неукатанных площадок, садиться на льдины. С 1948 года строевые части, вооруженные Ла-11, несли регулярную вахту по охране северных границ. 8 мая 1948 года впервые в мире советские истребители вместе с бомбардировщиком Ту-6 совершили благополучную посадку на льдину в районе Северного полюса. Ла-11 успешно выдержали это суровое испытание. Ла-9 и Ла-11 были истребителями, которые вобрали в себя опыт военных лет. Огромная энерговооруженность, маневренность, высокая скорость, мощное пушечное вооружение, надежность и живучесть, а также простота управления и обслуживания. Вот что принесло успех и заслуженную славу этим машинам. Ла-9 и Ла-11 уступали первым реактивным истребителям только в максимальной скорости. При этом значительно превосходили их скороподъемности, маневренности, дальности и продолжительности полета, а также по мощности вооружения. Поэтому Лавочкины служили в истребительных частях и летных училищах до середины 50-х годов. как переходные модели. Самолеты Ла-9 и Ла-11 стали символами совершенства и пиком развития советской поршневой авиации. Эти грозные боевые машины были созданы благодаря таланту и энергии Семена Лавочкина, выдающегося инженера, конструктора, исследователя, организатора авиапромышленности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова